Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. И уже в этой части начнется полный разнос. Мы сделаем мир этой игры куда более симпатичнее, чем он есть сейчас. Ну и к тому же в конце этого видео он уже не будет таким пустым. Но начнем мы опять же с простого и добавим сюда несколько игровых элементов, которые разнообразят эту игру. Но чтобы с этим было комфортно работать, я сделаю эти платформы в большем количестве, чем они есть сейчас. К тому же эту платформу можно слегка увеличить в размере не только в длине. И прежде чем я перейду к предметам, у меня появилась идея немного разнообразить самого персонажа. Я вот так же продублировал. И сейчас хочу добавить ему щит и сделать меч немного больше. Отлично, теперь персонаж выглядит намного интереснее. Ну и первый вариант я удалять не буду. Думаю он мне еще пригодится. Далее, теперь что я хотел бы добавить. Я добавлю сюда парочку предметов, таких как ящики и сундуки. Ящики можно встретить практически в любом 2D платформере. Поэтому я думаю будет не лишним показать один из принципов, как их можно сделать. Во-первых, стоит взять именно квадратную форму. И так же можно сразу взять отношения спрайта. Какое-нибудь такое популярное. Например 16 на 16, 24 на 24, 32 на 32. Я пожалуй попробую сейчас 24 на 24. Я кажется немножко перепутал. И даже 16 на 16 выглядит слишком большим. А что ж, тогда придется взять, пожалуй, 8 на 8. И так, когда уже этот квадрат у нас есть, я беру самый темный цвет дерева. А в данной палитре это как раз цвет и древка у копья, и деревянного щита. И возможно будет таким же цветом для других деревянных поверхностей. И просто закрашиваю полностью этот кубик. Далее беру свет посветлее. И делаю как бы такую светлую обводку. Но у нас остиль без обводки, поэтому не нужно воспринимать это как за контур. Далее я его продублирую. И здесь уже есть несколько вариантов, как можно поступить. Первый, взять цвет еще темнее, чем вот этот. Но не сильно. И пожалуй оставить либо вот так, либо вот так. И тот и тот вариант будет в принципе нормальным. Но этот мне пока что нравится больше. Далее, нужно добавить, так сказать, планки. А значит, можно сделать их сразу вот так вот тенью. Либо опять же взять какой-нибудь другой цвет. Либо сделать косую планку из одного угла в другой. Но также другим цветом. В принципе, этот вариант не такой уж и плохой. Поэтому я его вот так вот сюда отстраню на время. Возможно, я его потом использую. А далее. А посередине здесь не получится провести. Потому что не хватает разрешения. То есть, либо вот так. Но это не самый лучший вариант. Можно попробовать провести вертикально. Но также из-за разрешения здесь такое не прокатит. Далее. Я решил оставить вот эти два варианта. Эти пока уберу. Так вот сложу стопочку. И значит, что теперь с ними нужно сделать. Во-первых, оставить его вот так вот было бы не очень интересно. Но если у вас будет физика, по которой как бы этот ящик будет там вращаться, катиться там туда-сюда, то хорошо как бы его резонно оставить так. Но если он, например, статичный и его можно просто двигать в стороны, то есть, например, мы просто можем его вот так вот толкать. И при этом у нас не будет по-всякому вращаться вот так вот. То можно пойти на следующее. А значит, беру также темный цвет. И намечаю его теневую сторону. Тем самым делая его объемным. Теперь беру цвет не самый темный. Что-то между этими двумя. И получаю вот такой вот вариант. Но опять же, можно сделать немного по-другому. Залить наоборот не самым темным цветом, а самым темным сделать вот так. А здесь же можно добавить другой цвет, еще темнее. И вставить его вот сюда. Но это уже не обязательно. Меня, в принципе, и так устраивает. Далее. А теперь давайте сделаем ящик покрупнее. Для этого воспользуюсь размером, например, 14х14. И в принципе, по той же самой технологии. А теперь здесь уже можно попробовать наметить доски. Так как решение здесь уже будет позволять. Если попробовать делать шагом в один пиксель, то можно обнаружить, что в одном месте как бы тут слегка не хватает. Попробуем в два пикселя. И та же ерунда. И даже при трех пикселях будет такая ерунда. И чтобы вы не мучились, выбирая размер, открою вам маленький секрет. При четном числе пикселей, а получить такой вот равномерный узор, так сказать, не получится. Нужно взять размер хотя бы 15х15. Ну, либо 13х13 или 11х11. И здесь уже выбираем нужный нам размер. Пусть даже это будет один пиксель. Либо это будет 2х3 или так далее. Я пока здесь оставлю, пожалуй, 3 пикселя. Будет такой вот большой ящик. Ну, что делать, если мне нужен именно этот размер? В принципе, то же самое. Только увеличить, либо уменьшить границу на 1 пиксель. Чтобы, так сказать, было нечетное количество. И тогда уже мы можем сделать узор на необходимое нам количество пикселей. Вот, пожалуйста, 2, 2, 2. А если мы наоборот даже добавим также здесь одну границу, точнее границу в 1 пиксель, то у нас уже такого не получится. Как бы видим, что здесь на 1 пиксель больше. Вот такая вот простая хитрость. Теперь давайте этот ящик немного детализируем. Сделаем упор на то, что, допустим, вот верхняя планка, нижняя планка. Значит, это у нас будет что-то вроде тени. Поэтому можно взять такой вот не самый темный цвет. А внизу, наоборот, взять цвет посветлее. Либо также сделать здесь темный такой цвет. А внизу сделать его посветлее. Главное просто здесь не переборщить. А я вот сейчас, например, слегка переборщил, и поэтому форма ящика тупо потерялась. А чтобы это исправить, нужно просто добавить еще один цвет, либо взять этот самый темный и также наметить границы. Но это не самый лучший вариант. Поэтому я пока что все возвращаю на свои места. и предложу другой вид детализации. Значит, для начала сделаем здесь такие диагональные линии. Возьмем цвет светлее. И в некоторых местах его здесь осветлим. Значит, если мы осветляем этот угол, то вот этот угол, допустим, нужно затемнить. И наоборот. И желательно это, впрочем, сделать, так сказать, от края до края. И зачастую это тот вариант, когда нижний угол затемненный, а верхний осветленный, смотрится зачастую почему-то лучше. Даже несмотря на то, что правильнее как раз делать наоборот. И к тому же здесь слишком яркий цвет. Далее, что делать теперь с вот этими планками внутри. Их также можно осветлить в некоторых местах. Но просто так вот, маленькими штрихами. Как бы сильно детализировать там тоже не надо. И сейчас слишком яркий для них цвет. Нужно потемнее. Вот так. И здесь цвет тоже достаточно яркий. Ну вот, уже лучше. А теперь, можно попробовать удалить вот эти угловые. Но тогда он не будет иметь форму ящика, что не очень хорошо. Однако, можно схитрить и сделать все эти углы другого цвета. Также мне бы хотелось все-таки попробовать еще такой вариант, в котором вот эти границы будут тоже посветлее. Так, немного перегнул здесь с цветом. Поэтому залью ручного. В принципе, он достаточно отличается. А вот эти диагональные точки, которые остались, можно сделать таким вот сероватым цветом. А наметить, например, что это гвозди, которыми забиты эти планки. Можно потемнее попробовать. И проделаем всем то же самое, что я сделал в предыдущем ящике. А только сейчас я просто продублирую эту часть. И отсюда вырежу сначала вот эту. А потом вот эту. Наверное, маловато будет, хотя нормально. И теперь эту часть выделю, то есть, которую я вставил. По сути, это вот этот кусок и вот этот. То есть, два куска по краям. А вместе они выглядят вот так. И создают такую вот иллюзию объема. Теперь я просто уменьшаю у них сильную яркость. И тем самым делаю их объемнее. А можно попробовать наоборот сделать темнее именно эту часть. Учитывая, что свет будет падать как раз справа сверху, то именно так оно и будет. Здесь, в принципе, уже все достаточно неплохо. Но единственное, что мне кажется, ящик слишком темный по сравнению со всем остальным на этом уровне. Поэтому я здесь слегка прибавлю яркости. И все, теперь все отлично. Конечно, слегка потерялась насыщенность, но, как мы видим, весь этот уровень сделан в таком стиле, что у него достаточно невысокая насыщенность. Но если не включать во внимание вот этих чудиков, и особенно о всяких предметах. С другой стороны, это даже хорошо. Получается такой контраст, что у нас игровой уровень достаточно бледный, а сами персонажи и активные элементы они достаточно яркие и насыщенные. А что можно сделать из вот этого элемента? В принципе, много чего. Например, его можно продублировать, перевернуть и превратить его в забор. Можно также его, так сказать, сделать разновидность, чтобы получилась как бы такая решеточка. И наверх добавить какой-нибудь предмет с инородным материалом. Например, металл. Или, допустим, снег. У нас же здесь все в снегу, то будет, в принципе, логично, что и здесь лежит снег. Что касается ящиков, то я думаю, здесь тоже можно добавить немного снега. Сначала я беру темный цвет снега. Так, кажется, пока я нажимал горячие клавиши, я задел вот эту вот кнопочку, которая запрещает мне рисовать за пределами того места, где уже есть какой-либо цветной пиксель. То есть, по сути, эта маска накладывается сама на себя. Если я ее отключу, то могу уже рисовать там, где я хочу. Включу ее и не важно, что я хочу, я буду рисовать только здесь. А я, тем не менее, хочу добавить сюда снега. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я просто снова все выделяю, нажимаю Ctrl-C, чтобы все это скопировать и вставляю сюда обратно. Предыдущее только теперь удаляю. Итак, у меня получилось что-то вроде лестницы, которую тоже можно слегка доработать. Для этого я перемещу эти столбики сюда или оставлю ее вот в такой проекции. Так, по-моему, даже интереснее. Ну и также сделаю еще один вариант на всякий случай, а в котором вот такая вот тоненькая она будет. Далее. Можно также здесь попробовать наложить на них снег. И здесь я замечаю такой маленький косяк, что здесь и здесь планка, поэтому если я буду их тайлить, то здесь получится как бы вот такая двойная ступенька. Это не то, чтобы плохо, но просто это неправильно. Поэтому сейчас одну из планок удаляю, а эти планки помещаю вот так. Теперь, если я буду их тайлить, то все будет тайлиться практически нормально. То есть видно, что здесь все равно как бы отступ между ступеньками больше. Так, сейчас, чтобы не путаться, я пока снег отсюда удаляю и попробую сделать отступ либо наоборот меньше на один пиксель, либо наоборот больше. И скорее всего наоборот больше будет более вероятно. Вот, теперь все должно таялиться нормально, но похоже, что слишком такие вот частые ступеньки. Не знаю, в принципе, вроде нормально, по размеру все подходит, но я на всякий случай все равно сделаю еще немножко по-другому. То есть сделаю эти ступеньки более редкими. А все, таялиться тоже отлично и смотрится, на мой взгляд, более похожим на лестницу, чем на железную дорогу. Поэтому этот вариант я, скорее всего, тоже оставлю. А эти пока удаляю. Итак, уже такие четыре спрайтика получились, всего лишь из вот этого маленького куска ящика. И, кстати, насколько помню, я хотел сделать здесь снег, поэтому также добавлю лестницу, в которой будет этот снег. Отлично. То, что должно быть здесь сверху, я нарисовал здесь снизу. И поэтому, когда я буду их тайлить, то получится все как надо. Осталось только добавить тень. А также есть вариант сделать эту лестницу чуть более светлее. В принципе, достаточно неплохо, но снег сейчас не очень похож на снег, поэтому в некоторых местах я его отсюда уберу. Посмотрим, что получится. Ну, уже больше похоже на снег, только размер. А все равно как бы видно, что здесь стайлиться, повторяющийся этот узор, поэтому я сделаю вот так. Оставлю эту лестницу, а на этой просто как бы слегка изменю. То есть, она будет вот такая, а это останется как тайл, а это как единый спрайт. так как здесь лазивает в принципе по этой лестнице, то как бы снег посередине он будет осыпаться, ну, как бы вообще будет осыпаться при тряске, а на некоторых местах я его просто оставлю для красоты, все-таки это игра, и как бы сильно заморачиваться так с реализмом здесь не стоит. Отлично. Из-за этого спрайта еще на самом деле можно много чего придумать, но я думаю вы устанете смотреть это видео, а из-за того, что я тут буду все делать из одного спрайта, но на самом деле это очень мощная техника, пользуясь которой можно рисовать графику для игры очень и очень быстро, я думаю вы в этом уже убедились, и что бы это могло быть, например это мог бы быть фасад дома, а если его перевернуть, то может сойти за ступенчатую лестницу, например сейчас я его сделаю вот так например в таком виде ее можно использовать как такую вот лестницу вверх лестницу 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 Субтитры сделал DimaTorzok И вы сможете в принципе потом это сделать сами Вы уже слишком увлеклись на второстепенные элементы А все-таки нужно делать более важные и значимые И начну я именно с дерева Субтитры сделал DimaTorzok